Привет! Вы готовы проверить свои умственные способности и узнать, насколько успешно вы их используете? Тогда начнём! Жил-был злой король, который так любил себя, что всегда носил с собой карманное зеркало, чтобы любоваться своим отражением. Он хотел иметь самый большой и самый дорогой замок в мире. Он заставлял рабочих строить его день и ночь без перерыва. И они решили ему отомстить! Как только замок был готов, король вошёл внутрь и оказался в лабиринте. Перед ним было три двери, и ему нужно было выбрать одну, чтобы выйти. За первой дверью находилось голодное чудовище, которое лишало жизни любого своим взглядом. За второй дверью был шаткий мост над пропастью, в которую было легко упасть. И третья дверь вела к пламени, преграждающему путь. Итак, что должен выбрать король? Король должен выбрать первую дверь. Он может использовать зеркало, которое у него есть, чтобы отразить взгляд монстра. Вуаля! Монстр исчезает! И король может пройти безопасно. Сандра только что переехала в новую квартиру, но уже столкнулась с проблемами. Она видела, как два человека вломились в соседнюю квартиру. Она была уверена, что у нее только один сосед – цирковой артист. Сандра позвонила в полицию, но поскольку ни у одного из мужчин не было ни ключей, ни документов, полиция не смогла помочь. Нужно было выяснить, кто из мужчин лжет. Сможете помочь разобраться? Хотя в комнате полно спортивного инвентаря, настоящая подсказка – цветок на шляпе клоуна. Точно такие же цветы растут в квартире, так что он настоящий хозяин. Полиция обнаружила секретную лабораторию с безумным ученым, который в ней жил. Он работал над зельем, дающим сверхспособности, чтобы захватить город. Каким-то образом ему удалось сбежать из лаборатории, и теперь полиции нужно его найти, чтобы предотвратить катастрофу. Есть ли у вас идеи, как это сделать? В мусорном ведре есть несколько колб. Они должны быть подсказкой. И он оставил этот странный гаджет. Давайте продолжим поиски. Вот какие-то подозрительные следы. Похоже, их оставил сумасшедший ученый. Видите его? Вот он. Прячется за машиной. Нил пригласил лучших друзей на свой день рождения и заказал для них такси, чтобы им не пришлось везти машину. Все весело провели время, но потом настало время открывать подарки, и одна из коробок оказалась пустой. Кто-то, должно быть, украл подарок. Сью сказала, Я зарабатываю больше денег, чем все вы вместе взятые. Зачем мне красть подарок? Мик сказал. Я только что приехал, а вы обвиняете меня в краже. Извините за опоздание. Мими объяснила. Я никогда раньше не видел эту синюю коробку с золотой лентой. Кто лжет? Мик. Все приехали на одном такси. Как он мог опоздать? Лиза – секретный агент, и сегодня ее миссия – доставить очень важные документы из маленького дома в далекой деревне. Она прибыла туда, убедилась, что за ней никто не следит, и уже собиралась войти. Но на двери был кодовый замок. К счастью, поблизости была записка. Можете помочь Лизе разобраться с кодом, используя записку. Вам нужно посчитать, сколько бревен в каждой секции дома. В записке указан порядок, в котором должны быть размещены числа. Итак, код 7-8-3-4. Ник только что вернулся домой после выходных в полуклубе с друзьями. Ой, он увидел грабителя, выбегающего из его дома. Ник попытался преследовать незнакомца, но тот был гораздо быстрее. Ник не смог его поймать, но заметил, что грабитель бежал по направлению к стройке неподалеку. Он, должно быть, притворяется строителем. Кто из этих парней самозванец? Смотрите, этот парень пытается распилить балку. Рабочий сверху упадет, если ему удастся это сделать. Похоже, это вор. Эта семья выглядит обычной, но папа настоящий супергерой. Он умеет путешествовать во времени, летать, обладает суперслухом и всегда знает, когда кто-то лжет. Это круто, но не для его сына. У него очень плохие оценки в школе, и его наказали на каникулах. Мальчику очень хочется пойти на день рождения своего лучшего друга. Как он может сбежать? Он может сказать отцу, что сегодня ему нужно быть в школе. Он может запереться и попробовать выбраться через окно. Он может попробовать тихо ускользнуть, пока его отец смотрит телевизор. Папа узнает, что мальчик лжет. И суперслух поможет ему заметить, если сын попытается ускользнуть. Итак, единственный выход – через окно. Кто-то украл шедевр из художественной галереи. В момент преступления внутри находились три человека – директор галереи, техник и посетитель. Глава галереи сказал полиции – я был в своем кабинете, подписывал бумаги. Техник сказал – я убирался на втором этаже и не заметил ничего подозрительного. Посетитель сказал – я был в зале современного искусства и рассматривал экспонаты. Полиция сразу догадалась, кто лгал. А вы сможете? Это был техник. В галерее нет второго этажа. В крупной компании пропал важный контракт. Три сотрудника стали основными подозреваемыми. Менеджер, секретарь и аналитик. Вот что они сказали. Менеджер сказал – я был занят встречами с клиентами весь день. Секретарь настаивала – я архивировала почту. Аналитик заявил – я анализировала отчеты за последний квартал. Полиция быстро выяснила, кто лжет. Итак, кто украл документ и что его выдало? Это была секретарь. Компания обновляет архив только по пятницам. Но это произошло в среду. Попалась! Кто-то попытался взломать систему безопасности сверхсекретной исследовательской базы. База действительно хорошо оборудована с самообновляющимся программным обеспечением и всей новейшей техникой. Под подозрение попали трое членов команды – инженер, охранник и программист. Инженер сказал – я проверял подачу электроэнергии на базе, и все было в порядке. Охранник сказал полиции – я патрулировал территорию, и все было спокойно. Программист объяснил – я обновлял программное обеспечение системы. Полиция сразу поняла, кто пытался взломать систему. Можете догадаться, кто это был? Это был программист. Система обновляется автоматически и не нуждается в поддержке. В школе пропал экспериментальный химический набор и было три главных подозреваемых – учитель химии, ученик и директор школы. Вот что они сказали. Учитель – я готовился к уроку. Ученик – я читал книгу в библиотеке. Директор – я просматривал документы о новых поставках. Полицейские сразу поняли, кто лгал. Итак, кто украл наборы, как они это выяснили? Это был ученик. Библиотека была закрыта на инвентаризацию в день происшествия, так что он никак не мог там быть. У вас есть три коробки. Одна с яблоками, другая с апельсинами и третья со смешанным содержимым. Проблема в том, что все этикетки перепутаны. Как можно исправить этикетки, вытащив только один фрукт? Подумайте хорошенько. Итак, вот что нужно делать. Возьмите фрукт из коробки с надписью «Смесь». Поскольку все ярлыки неправильные, в этой коробке на самом деле либо только яблоки, либо только апельсины. Допустим, вы достаете яблоко. Это означает, что это коробка с яблоками. У вас осталось две коробки. Коробка с надписью «Апельсины» не может содержать только апельсины, потому что ее неправильно пометили. И она не может быть коробкой с яблоками, потому что вы уже нашли коробку с яблоками. Значит, это должна быть коробка-смесь. Значит, последняя коробка, которая была помечена «Яблоки», должна быть коробкой апельсины. Вот и все. Вы разобрали все коробки.